Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры мы открываем выставку новых поступлений. Это учебники, это учебные пособия, это методические пособия, это научные издания и различная другая литература, даже очень много кровеческой литературы. Мы начинаем с учебника. К нам поступили очень интересные учебники по историю. История графии, исторической науки, история мировых цивилизаций. История России учебная программа. Целых 50 экземпляров на каждую дисциплину. Хватит всем, приходите. Затем мы получили книги по русскому языку, литературе, учебники по риторике. Английский язык тоже имеет новые поступления. Это книги для преподавателей и для студентов. Педагогического направления мы имеем несколько книг. Книги о культурной политике. Учебник по конфликтологии. Авторское право. Очень интересная книга посвящена русскому авангарду. Это материалы, это доклады, это выступления. Факультет социально-культурной деятельности обладает тоже очень хорошим весомым поступлением. Библиотечные дела, информационные технологии и так далее, и так далее. Очень интересные книги по монографического характера и учебно-методического характера написали профессора Скульмовская и Акулич. Поступила книга, говорящая о том, как нужно делать музей. С чего нужно начинать? Музейное дело. История туризма. История гостиничного бизнеса. Все это есть в новых учебниках. Также о маркетинге, менеджменте не обделены вниманием. Очень интересная книга, которая говорит о том, как нужно писать, как нужно делать научные исследования. Есть такая книга. Приходите, и вы увидите ее. Краеведческая литература поступала к нам всегда. И в этом году также у нас очень хорошие, интересные поступления краеведческой литературы. Это книга «Земля больших людей». Книги о наших бывших руководителях – Щербине и Протазанове. Книга о Ермаке. Книга «Тюмень казачья» и Анатолия Амельчука. «Хочешь основать Тюмень?» Также книги, говорящие о развитии туристического бизнеса, о развитии спорта в Тюмени. Как мы проживали эти годы, то есть как СМИ развивалось. Проездом в Тюмени. Очень интересный фотоальбом. Как учились юные гимназистки книга Ларисы Богдановой. И очень интересный фрагмент мы сейчас показываем. Книги о Петре Павловиче Иршове. Это, конечно, и сам Ишин, и «Путешествие в сказку», и книга самого Иршова «Конек-горбунок». Нам делают подарки издатели, писатели, литераторы. И вот издатель Аркадий Элфимов из Тобольска, фонд «Возрождение Тобольска» дает нам очень интересные всегда произведения. Это Михаил Тарковский. Его книга «Не в своей шкуре». Это эксклибрисы самого Элфимова и эксклибрисы писателя Мизгулина. Очень интересная подборка об исследовании Северного морского пути. Четыре тома. Приходите, смотрите, читайте.